Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешево. Номер 279. События дня. Первое послание апостола Петра, 4 глава 7 стих. Впрочем, близок всему конец. За 16 сентября 16 года. Для знакомства. Эти материалы показываю коротко. И кому это полезно, нужно, интересно, затормозите, найдите, откройте. У нас вчера был престольный праздник, но пока пройду, потом говорить, чтобы не отвлекать. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Вот на этом гниющем теле в организме страны и церкви действовало человек 20 лет. Вчера у нас был престольный праздник. Приезжали батюшки по благословению митрополита Сергия Барнаульского и Алтайского Иванникова. Сам он накануне 15-го должен был вылететь в Москву по вызову, там то ли какое-то дело или совещание. Тень прошел очень хорошо. Через неделю примерно только подготовленный материал будет. Здесь через 10 можно будет увидеть это все. Приезжала Елена с детьми, все осмотрела. Можно нет жизни, не строится, думает здесь. Это все будет показано. Мы уже ничего не скрываем, ничего не добавляем, ничем не разбавляем. Как есть, так и есть, снято и снято. Не умеем. Люди делают как-то там фильмы настоящие, вставки, фото. Я не завидую им, но мне интересно. Знания такие у меня нет, поэтому как есть. И сами ставить не можем, отсылаем, пока где-то там нам поставят. Вот Надежда Благодатская одна написала. Добрый вечер, Игнат Тихонович. Сейчас в интернете, в одноклассниках нашла просьба помолиться за батюшку Наума. Находится в больнице, тяжелое состояние. С троица Сергея Лавры. У вас вот картинка на сайте, изображение троицы Сергея Лавры. Надеюсь на ваше молитвое. Надежда Благодатская. Какая фамилия удивительная. Благослови, Господи, труженица, мученица. Там обстановка ненормальная. Сын больной, большой. И Отца Наума, Господи, благослови. И сохрани. И даруй здравия, если угодно, воле Твоей Святой. Это путь всей земли. Близок всему конец. Ко всему подходит это. Близок всему конец. Ну и попутаю. Показать можно наши ресурсы. Чтобы знали люди, куда приходить можно. Вот это мой мир. Очень нравится мне эта система. Можно переписываться. Легко искать. Мой мир. Вот у нас здесь 3530 видео только. Попробуй разберись где. А тут легко искать. 18 916 фотографий. Тоже можно найти. И попростая в пользовании. Ну очень умная, хорошо составленная. Дальше у нас есть форум. Тоже во свете Библии. Все во свете Библии. Эта фраза. У меня все до одной книги. А это 41 книга. У меня все во свете Библии. Открытым оком. Название во свете Библии. Вот легко зарегистрируется и участвует здесь. 1592 темы. И вот. Православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Нашелся человек, который гимн написал. Мачалин Владимир. Я уже давно спрашиваю. Есть ли где еще гимны сайту. Сайт. Понравился так. Ну сайт богатейший. Уже около 50 книг только. Аудио. Это мной насчитано. Это сегодня так все свободно. И проще. Но когда был коммунистический режим, все это было по-другому. О нас поставили фильмы. Участники его предчувствия. Его показывали. И там самый большой кинотеатр в Барнауле «Мир» был около вокзала. И там директор была Юдина Зоя Павловна. Мы хорошо знакомы были с ней. И она пригласила мужа посмотреть презентацию. Как говорят. Или как там. Вот первый раз. Приехал режиссер. Выступали от разных организаций по этому фильму. Так она говорит. Она говорит. Я сидела. У меня зубы, говорит, чакали. Говорит все. Я, говорит, думал. У меня в зале арестуют. А сегодня это нормально смотрится. То, о чем я там говорил о коммунистах. В то время. Сегодня вот я выставил совсем немного. Три ролика. Осмотр храма у пруда. События дня. И святой Антон Таус. Вчера в храме богослужения было. Крестный ход. Интересный. Ну, храм маленький. Обошли. Вокруг. Со школой. И продолжили его на складе. На склад зашли. Там посвятили. Святой водой покропили. Склад барабаша Игоря. Где у него урожай. Это горох убранный. Еще гречки нету. Уже заполненные. Заполняется пшеница. Рожкарт или ячмень у него. Вот все это видно так. Так интересно. Мне пришлось слово сказать. Новый батюшка был. Я его не знаю. Дионисий. Я ничего не знал. И вообще не знал, как звать даже его. Вечерина прошла. И на утренний батюшка его не представил. Молодой. И мне пришлось слово сказать. Я в миссионерских отделах об этой фикции. Об этой профанации доброго слова. Их не может быть отделов. Это выдумка. А он и говорит. А я как раз начальник миссионерского отдела. Где? В Варнауле. Вот это да. Так еще что ты молчал. Я бы тебе еще больше наложил. Вот обман. Это все дворкинский обман. Обман. И главное. Все как ослепленные. Не видят. Самое мстительное. Туда все собирается. И вот этот край с назначением нового епископа у нас ни одного священника нет. И батюшка приглашает и зовет. И послал кажется два или три приглашения. Я уже не называю. Потому что боязно. Вот. Его поминали здесь у нас на молене. Батюшки. Патриархийные все. Он патриархийный. Но он епископ. Это епархию Барнольдско-Алтайскую. Разбили на четыре части. На три даже. Ну одну считать за митрополитом Сергием. И вот. У него предвзятое отношение. Заранее еще. Ни разу не встречались. А теперь мы не входим с ним в каноническое общение. Ну и зовут не идет. Как его? В общем сонного. Тащить сюда. И всем запретил священникам. Кто поедет. Худо будет. И ни один не едет. И нашего района мамонтовского там. Священника. И другие. Завьяловский. Все приезжали. Поставили его. Все отрезал. Почему? Вопрос. Почему? Ему сказали. Наша сестра. Они на Жолнировых клочках. Ребрихинского района. На улице стоит. Валенки до земли протают. Ну хоть какое-то движение. Никакого. Она так и стоит. На жаре. На холоде. Ну ей это неплохо. Перед Богом. Но они-то что думают. Это патриархийные. На сегодняшний день. На конкретно на сегодняшний день такая вот ситуация. Ни одного священника. Пригрозил всем. На что? Они без... Священники-то они бесправные совершенно. Он его толкнет. А здесь у него все-таки как-никак огородик есть. Дом. Он ни на что не посмотрит. Я переписывался. Когда разговаривали. Близко были со священником Дудиным Сергеем. С Сиверском. Он говорит. Архиереем так орет на нас. Еще так он выбросит меня с ребятишками на мороз. Почему он за этими роликами гонялся. Его к миссионерскому отделу подвигли. Вот как сумасшедший сделался. Гонялся за этими роликами. Какая беда. Такая травля. Это все Дворкинское. Или с Украины эти епископы ставят. Нас Бог помиловал. Сейчас вот новый епископ. Митрополит Сергий Иванников. Очень хорошие отношения близкие. Просто дружеские. Он приезжает, поминает. Первая иерарха русской православной зарубежной церкви Илариона. Его поминает патриарха Кирилла. Все как положено. Вчера это все мы засняли. Все это будет видимым. Вот я сказал слово на эту тему. Старался не произносить имя этого епископа. Который именно вот так все это. Это все кончится. Кончится. Он будет убран отсюда и опять восстановится. Мы знаем. Бог испытывает. Испытывает. Вот у нас значит по детскому лагерю такие испытания были. Это все близок к всему конец. Это иероспотребнадзоры. Все это Бог уберет. Их не будет. Будет по-другому. Мы остались живы целы. Еще не пострадали. Потому что мы благодарили Бога. Вот Володя тут придавила дерево. Ему оказывается ничего не сломалось у него. Нога целая. Благословен Господь. Вот у нас большой ресурс. Очень большой. Это сайт. Сайт. Он так и называется. Во свете Библии. Были обращения тут, чтобы кто-то нашелся. Богатый человек. Крепко живущий. И Игорю Барабашу помог. Подарил комбайн. Полесье. Комбайн-то он живой. Не ест. Не катается на нем. Уборка идет. Невыгодно заниматься сельским хозяйством. Это же все идет в общий котел. Для дела Божия. Для страны. Но пока никого нигде нет. Это все вчерашнее событие. Одного дня у меня мысль была пригласить, привезти Павла. Которого дом у Никиты теперь купленный был. Никиты Колесникова. Ну и его привезли. Это мой брат родной. И чтобы показать ему, что мы сделали. Как-то его маленько отвратить. От гибельного пьянства. Ну и вот вчера его провезли по прудам везде. Он так это, как говорится, расслабился. Начал вспоминать все. Совершенно трезвый. Железки какие-то там смотрел. Все видите, какие дела. День-то для нас как бы праздничный был. Ну праздничный-то праздничный. Какой праздник только местного значения. Интересно как. Вчера пятница была. Рыбу не разрешается. А где престольный праздник? Рыба. То есть мы одни на всем земном шаре вчера из православных могли вкушать рыбу. Потому что в храм в честь Анфима Никомедийского престольного нету нигде. А может и не было никогда. А Покровский там, Александра Невский там все такие. Это Никольский. Это тысячи храмов таких по всему лесу земли. Тысячи может. Ну очень много. Вот шел вчера мимо теплицы нашей. Заглянул в нее с одной стороны и даже не просвечивает. Что? А наросли новые. Ну как отрос кидал. Клен. Клен и ветла. Пошел ножовку взял. Давай выпиливать. И трава тут крапива мешает. Давай ее. Никита идет мимо. Никита отнеси в сторонку. Так все. Видите как в деревне. Раз. И все сделано. Сделали. Пробили дорогу свету. И свет попадает теперь. Ходил мимо. Уже все уже заканчивается. Но все равно нам это не помешает. Все. Электричество должны нам подвезти. Говорят купили нам что заказали в городе. За свой счет. У меня пенсия 6523 рубля. 6 тысяч. Ясное дело что ничего не сделаешь на эти деньги. Жить же еще надо. А теперь вот дома ребятам. Ребята-то Володя, Никита. Они ни рубля не вложили в дом. У них и нет ничего. Это просто Господь благословил. Выкупить дома эти и дать им. Вот и все. Они-то у них вообще ничего нет. И сейчас что делаешь? Купить насос на свои деньги. Какие свои? Ну нужно что-то. Трубы купили. Тоже деньги. Сейчас вот за счетчик и там, если думаем быть, приглашать детей, приглашенные, там по 8, кажется, тысяч что ли. Нина Жолнирова сказала, электрические плиты, там печь можно будет. Ну умножь на 2, 16. Ну где-то возьмешь. Покупать надо все. У них нет ничего. Они работают. Правда, сейчас в день, когда Никита целый день пропасет, 500 рублей. Да еще я говорю, поделите пополам. Потому что один-то здесь работает. Ну, работает за пропитание. Зимой, где еще найдут, может быть, работает. Показать, что есть у нас. День, как прошел. События дня. События благословенные. Везде молились, благословлялись, богослужения. Вот это все делает настрой. Лучшего места для воспитания детей, сохранения и убойки в православной вере трудно найти. Все верующие. Да, маленький, но маленький коллектив. Мало, значит, и работы от нас. Господу слава во веки веков. Аминь. Да, и еще просят, и поэтому по свете Библии. Дам прослушать еще раз. Где твердость руки и сомнений нет. В христовых пресветлых стопах. Но путь освещает лишь Библии свет. В земных и небесных мирах. Должны внести Слово Божие в сердцах. Всем людям планеты Земля. Забытые строки с любовью Отца. Мы славим вновь правду Христа. Мы славим вновь правду Христа. Во свете Библии. Божьем вновь правду Христа. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»